вот такую красоту мы будем заготавливать на зиму здравствуйте друзья на канале заказан очередное видео и готовить мы сегодня будем овощную икру или же икру из баклажанов и овощей начинаем это блюдо можно приготовить на каждый день а можно его и заготовить чем мы собственно сейчас и займемся и готовить мы будем в казане на костре для приготовления этого овощного блюда нам понадобится ну естественно я не в полном объеме выложил все продукты которые нам нужны более подробное количество на их описание будет дано ниже на канале а сейчас собственно нам нужен будет перец сладкий баклажаны перец горький помидоры лучок чеснок много чеснока далее подсолнечное масло соль сахар и я еще добавлю хмели-сунели это по желанию и кинзу тоже по желанию начнем с баклажанов удаляем несъеданные части затем режем его у меня вот крупный пополам где-то на три части и вот такими губиками друзья баклажаны нарезаны теперь мы перегрузим это более удобную глубокую емкость высыпем сюда соль одну столовую ложку и тщательно перемешаем я думаю снимать это не обязательно это мы делаем исключительно для того чтобы из баклажанов ушла лишняя теперь займемся помидором в помидорах удаляем сердцевину лучше это сделать сразу и делаем такой крест-накрест неглубокий надрез после этого заливаем кипятком и убираем вода в помидорах остыла очищаем и нарезаем нарезаем крупно пополам и еще вот таким потому что баклажан у нас тоже крупно нарезаны помидоры готовы нарежем лук лук крупный но резать мы вот тоже будем крупновато пополам затем на три части вот такими кубиками еще раз пополам на три части и тоже где-то на три лук готов идем печи как всегда на разожженную печь марусю устанавливаем казан и даем его нагреться а вот смотрите вода но вода жидкость которая я сюда засыпал баклажаны чтобы понять по объему влезут они или нет сейчас полоснем все казан сполоснули теперь и нагреваем его казан нагрелся выливаем сюда где-то пятьсот пятьдесят шестьсот грамм масла масло нужно будет много слышите масло нагрелось загружаем лук и вот на таком огне все время перемешивая обжариваем его до полупрозрачно пока лучок жарится нарежем перец перец паприка очень сладкий и ароматный нарезать его будем следующим образом все делать семена удалю на полосочки и теперь вот такой достаточно крупный кубик из чера гуляем на полосочки и и так все остальные где-то половину уже нарезали идем смотреть лучок лучок потихоньку подрумянивается не забываем подбрасывать те кто будет готовить на показания конечно дровички чтобы огонь был приметили лучок обжарился добавляем томатики и не накрывая крышку на сильном огне выпариваем водичку потихонечку водичка выпаривается также продолжаем мешать перемешивать уже цвет совершенно другой видеть огонь все время сильный и мы не зря резали так крупно все овощи потому что от такого активного помешивания вот такой большой шумок и а по-другому никак здесь бы все у нас превратилась кофе а так это сохраняет форму и в банке это будет смотреться как отдельные кусочки каждого продукта итак друзья перец готов смотрите прошло где-то минут 14 около 15 водичка выпарилась и и вот они приобрели такой насыщенный цвет и консистенцию такую вязкую томаты ну и лучок тоже есть и сейчас мы будем загружать перец перец пошел перемешиваем и не забываем подбрасывать дровишек да как видите казан у меня 12 литровый и сейчас и почему это и пробовал баклажаны влезут или нет уж они объемные но ничего они потом ужарятся усядут и все влезет просто картина масло прошло минут 15 я думаю еще 3-5 минут и будем загружать баклажаны заодно и дровишек еще подбросить а пока наши овощи лук перец и томаты обжаривались баклажаны расставались с излишками влаги в них мало того что они просто влагу выпустили я еще и немножко отжал но друзья прошло минут двадцать восемнадцать пришло время загружать баклажаны это только часть сейчас я принесу 2 погружаем ну вот как видите в 12 литровый казан все это без проблем полезно сейчас они чуть-чуть попарятся еще с них водичка и они станут намного компактнее сразу баклажаны можно загрузить горький перец есть два штучки баклажанчики осели немножечко сейчас я периодически все это перемешивал но и сейчас тоже прямо с дна нужно достать чтобы ничего нас не пригорело теперь мы присолим присолим и вот три таких ложки столовых если этого будет недостаточно затем мы попробуем еще перемешиваем теперь влага у нас немножко под испарилась чтобы совсем сухо не было мы накроем крышкой чуть-чуть уменьшим огонь наконец-то я это сказал уже до готовности баклажанов вот так не полностью огонечки я уже сделал меньше пока баклажаны доходят до кондиции я нарезал кинзу опять-таки вы если вам не нравится можете и не добавлять но я добавлю потому что я кинзу обожаю особенно когда готовится в казане и особенно когда на костре чеснок я выдавлю через чесночный пресс вы можете его нарезать прошло где-то 53 минуты как мы загрузили баклажаны то есть все три минуты как они тушатся я попробовал водичку но этот сок вот и нам нужно теперь добавить следующее это вы можете не добавлять мне просто нравится эта специя я ее обязательно добавлю хмели-сунели чайная ложка не чайная а столовая затем 4 столовых ложки сахара без горки часто все размешаем я попробую еще на соль принципе пока что мне как бы хватает еще такой момент я попробовал тот перец которому добавляли дело два штучки он вообще не горький поэтому я вот так вот довольно красного молотого перца он острый вы можете не добавлять сейчас пару минут это все питается сахар перец или сумели и попробуем еще раз мы добавляем кинзу чеснок вот теперь я доволен с перцем все нормально так был никакой и наверное еще хотя бы чайную ложку соли все это перемешиваем и если бы вы это готовили чисто покушать то это можно было бы уже снимать с огня и под крышкой просто чтобы зелень настоялась но мы же закрываем нам нужно чтобы это все сохранилось поэтому еще минут 7 а может даже 10 пусть подпушится смотрите какая вкусняшечка ну вот друзья овощная икра или икра с баклажанами и овощами готова ну и остался заключительный момент все это теперь нужно закатать в банке я думаю сам процесс снимать ну что не нужно можно попробовать все это перемешиваем очень красиво очень аппетитно и очень ароматно накладываем банки полностью до краев теперь это все закручиваем и все ну вот друзья икра из баклажанов и овощей готова значит напомню был 12 литровый казан все ингредиенты количество ингредиентов которые входило в это блюдо я распишу в описании у меня получилось 12 баночек ну одна такая то на презент 12 баночек 12 баночек из того количества и я ждал пока остынет сейчас мы будем дегустировать значит банки я все не простерилизовал и крышки в том числе естественно пробую ну бомбически что я могу сказать просто бомбически и а и с перцем я нисколько не прогадал что добавил еще молотый красный перец потому что ну вот этот который я резал никакой абсолютно так что друзья если вы делаете заготовки на зиму даже если вы не делаете стоит сделать вот и хотя бы начать с этого блюда и если у вас есть возможность делайте это пожалуйста в казане на костре запах дынка дынка здесь просто сильно ощутим и он играет решающую роль во вкусовых качествах этого блюда если это видео вам понравилось пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь и делитесь видео с друзьями пока 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 с